Мы продолжаем в студии Игоря Лантратов и Юлия Калядина. И в нашем эфире пришло время для делового завтрака. Сегодня за столом у Александра Рапопорта побывал ректор Московского авиационного института Академик РАН Михаил Погосян. Знаменитый авиаконструктор рассказал известному ресторатору о перспективах суперджета, дырках на МКС и гражданской сверхзвуковой авиации. Доброе утро. Это завтрак Рапопорта, то есть у меня. И сегодня у меня не просто обычный гость, у нас все гости необычные, но сегодня у нас в гостях выдающийся авиаконструктор, действительно член Российской Академии наук, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян. Михаил Асланович, доброе утро. Доброе утро, инфинатор. Существует много вообще штампов, мы живем в быту штампов. Один из них, что ученый, академик, человек, который занимается умственной деятельностью, по утрам должен есть большое количество углеводов. Я обычно использую простой завтрак, то есть я либо ем какие-то молочные продукты, либо ем какие-то овощи, яичницу, либо кашу геркулесовую, то есть ну что-то из того, что позволяет быстро получить необходимый завет энергии и пойти заниматься своей работой. Вы не просто ученый, теоретик, а вы еще и пилот. А вот перед полетом нужно что-то действительно завтракать или дополнительно употреблять какую-то еду для того, чтобы быть в каком-то стимуле? Потому что я знаю, что вы делали фигуры выше пилотажа, летаете на истребителях. Ну я действительно на своем жизненном пути имел возможность летать на разных самолетах, которые разрабатываются в КВС Ухого. Потому что я пилот, это преувеличение, хотя безусловно любой конструктор, в общем, владеет основными принципами пилотирования. Но действительно я фигура высшего пилотажа, и шоколад это такая правильная еда перед полетом. В наши с вами годы юности почти каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. Многие учились в МАИ. А как сегодня? 23 выпускника МАИ, это больше, чем в любом другом российском ВУЗе. И МАИ находится на втором месте в мире. Кроме МАИ, Массачусетский технологический институт готовил больше космонавтов. А, после, вы тоже выходили к астронавтам? Да, они где-то 32, по-моему, астронавта подготовили. МАИ подготовил 23 космонавта. Что там происходит с этими дырками в космосе? Вот эта вот дырка, космос, сверло, это настолько звучит как-то все нереально. Что с этим вымысел, что правда? Для меня совершенно очевидно, что это человеческий фактор, что дырки сами не появляются. И, скорее всего, значит, это какие-то сочетания каких-то человеческих ошибок. Давайте поговорим немножко о том, что на слуху сегодня тоже у всех. А в вашем детище, насколько я понимаю, это о Суперджете Сухой, которым вы занимались достаточно много. Во-первых, мы знаем о том, что мы говорим о гражданском самолете. Но вокруг него грохотали такие бои и такие баталии. Оглядываясь назад, вообще стоило таких усилий, я имею в виду, сражения в кабинетах, на полях, инвестиции, чтобы делать этот самолет? Или все-таки можно было обойтись, там были какие-то аналоги, собирались сделать на базе ТУП, пассажирский самолет. Я считаю, что те усилия, которые нами были предприняты, безусловно, все оправдали. И я думаю, что в значительной степени технологический прогресс авиастроения сегодня определяется гражданской авиацией. Проект в своем классе, ну, это самый современный самолет, самый комфортный самолет в классе региональных самолетов. И я думаю, что усилия были потрачены точно не зря. Тяжело не поговорить со всем и не затронуть вопрос санкций. Вот когда мы говорим, например, о ресторанах или вопросах питания, все знают, что есть санкции, что у нас определенных продуктов нет. Но положительного от этого значительно больше, как многие считают, чем отрицательного. У нас появились собственные фермеры, у нас есть свои теперь Бурата, идеальные, Старчителла, десятки сыров. А что касается авиастроения, все-таки это плюс? Есть хоть какой-нибудь или это полное чистое зло? Тяжело ли это? Насколько я знаю, очень много составляющих. Изначально в сухом было иностранных. Как с этим справляется сегодня авиастроение? Если говорить о гражданской авиации, то это, в общем, достаточно все-таки такая международная отрасль и международная кооперация сегодня в гражданском авиастроении. Ну, это практически необходимость. И надо сказать, что российские компании интегрированы в поставки целого ряда компонентов, например, Титана для Боинга, для Арбаса. Поэтому я хочу сказать, что пока, ну, на сегодняшний день, я считаю, что там, где мы видим определенные ограничения, которые могут накладываться санкциям, проводятся с Министерством промышленности и торговли. Достаточно большая работа по локализации целого ряда комплектующих изделий. Сегодняшняя программа, она предусматривает существенное расширение российских комплектующих изделий на суперджете. Я думаю, что в целом критического такого ситуации не будет. Так же, как и в ресторанном бизнесе. Я думаю, что мы найдем замену отечественным производителям. Отечественным производителям. Отечественным производителям. Во-первых, хочу пожелать приятного аппетита. Мы сделали сегодня глазуни со свежими овощами. Я надеюсь, что это... Главное, что это должно быть полезно, потому что мы используем фермерские яйца. Это более-менее то, что вы едите. Я думаю, приятного аппетита. Еще в нашей, в моей юности, почти в детстве, появился сверхзвуковой самолет. Все его знали. Это был российский самолет. Это были иностранные самолеты. Это были иностранные самолеты. Конкорд, я даже на нем летал один раз. И вдруг все это остановилось. И вдруг это все ушло. Вот мы привыкли. Есть эволюция. Все двигается, все развивается. Самолеты должны появляться. И вдруг это что все-таки? Это авиастроение пошло по другому пути, по другому направлению. Сверхзвуковых самолетов больше не будет. Задержка с выходом сверхзвуковой авиации связана с рядом причин. С одной стороны, связана с высокой стоимостью такого рода полетов. С другой стороны, в большой степени связана с экологическими требованиями, которые все время ужесточаются. И проблема звукового удара является одной из критических, которое препятствовало широкому внедрению сверхзвуковой авиации. Потому что полеты сверхзвуковых самолетов над сушей были запрещены и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Ну и, собственно, у нас бы тоже были наложены серьезные ограничения. Из-за звука именно? Из-за звукового удара. И что ты с этим сегодня придумаешь? Из-за сегодня придуманы новые технические решения, которые позволяют радикально уменьшить и перевести уровень звукового удара на Земле из сопоставимого со взрывом к сопоставимому с каким-то шумом города. Сегодня даже появился некий мем, как тебе такой Илон Маск. Имеется в виду, что мы можем что-то придумать такое, что даже Илон Маск должен быть потрясенно вообще открыть рот и с удивлением взирать на то, как мы обогнали вообще всех, а опять оказались впереди планеты всей. А в реалиях существует ли у нас сегодня в нашем авиастроении что-то такое, на что образно Илон Маск должен взглянуть с завистью, обалдением, посмотреть и сказать, вот это да, это действительно что-то, чего я никогда еще не придумал. Я думаю, что у нас много идей, которые сегодня по своему уровню превосходят то, что есть в мире. Но для того, чтобы все сказали, слушайте, это действительно круто, нам нужно доводить эти идеи до реализации. Говорят, если самолеты летают, значит это кому-нибудь нужно. Если не летают, то тоже кому-то нужно. Я желаю всем нам и вам приятных полетов и самое главное, мягкой посадки. Доброе утро, спасибо вам большое, удачного дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!